Здравствуйте, уважаемые товарищи! Программа «Политликбез» и сегодня мы с вами поговорим о том, что такое партия пролетариата. Тем более, в последнее время очень много появилось различных мнений о том, что то ли нужно создать новую пролетарскую партию с нуля, противопоставив ее, вот так скажем, загнившим старым партиям, которая будет самой марксистской и самой правильной, то ли нужно создать очередную широкую коалицию, там, форум левых сил или что-либо еще. Но между тем, за бортом остается ответ на вопрос, а в чем, собственно, критерий пролетарской партии и что такое пролетарская партия. И вот об этом мы сегодня с вами и поговорим. Прежде чем начинать раскрывать понятие партии пролетариата, скажу несколько слов о том, что такое партия вообще. Тем более, эти вопросы не всегда понятны широкой аудитории. Итак, политическая партия – это организация, политическая организация, преследующая своей целью борьбу за завоевание, удержание и использование государственной власти, что отличает ее от широкого политического движения, объединяет политическая партия своих членов на основе общей дисциплины и общей идеологической платформы, то есть общей идеологии. И, конечно, что самое главное, политическая партия – это не просто какая-то организация в вакууме, с неба упавшая, а политическая партия – это всегда авангард того или иного класса. И именно основной задачей любой политической партии является борьба за завоевание, удержание и использование государственной власти того класса, интересы которого эта политическая партия отражает. Как несложно заметить, политических партий значительно больше, чем классов в обществе. Основных классов в капиталистическом обществе два – это буржуазия и пролетариат. Существует еще мелкая буржуазия и разнообразные промежуточные слои. Ну, об этом мы поговорим в отдельном ролике о классовой структуре современного общества. Так возникает вопрос, а почему же партий больше, чем классов? Не означает ли это то, что на самом деле партии не отражают классовых интересов? И мы ответим – нет, не означает. Потому что в действительности подавляющее большинство современных партий буржуазного общества – это партии, отстаивающие интересы буржуазии или пропагандирующие мелкобуржуазные иллюзии, которые в конечном счете тоже идут на пользу буржуазному классу. Потому что, несмотря на все многообразие этого многоцветия политических партий, начиная от либералов и заканчивая откровенными фашистами, в основе этих партий, ну, разумеется, кроме коммунистов, лежит идея защиты капитализма и защиты частной собственности на средства производства под тем или иным идеологическим флагом, под той или иной идеологической оберткой. Поэтому данному многообразию буржуазных партий, которые призваны увести трудящихся от борьбы, повести пролетариат по ложному пути, на борьбу под чужим флагом, государству, которое служит буржуазии, пролетариат должен противопоставить свою собственную организацию. И таковой организацией пролетариата может быть лишь политическая партия, поскольку именно политическая партия пролетариата ставит своей задачей завоевание, удержание и использование государственной власти пролетариата. Так теперь же ответим на вопрос, а в чем заключается отличие пролетарской политической партии от других политических партий, буржуазных и мелкобуржуазных. Первое отличие – это в идеологии. Пролетарская партия не может не быть коммунистической партией. Почему? В одном из наших роликов, ссылка будет в описании, мы уже говорили, что коренным интересом пролетариата, который отличает, собственно, пролетариат от других трудящихся классов капиталистического общества, заключается и является уничтожение классов вообще. Пролетариат – это тот класс, который заинтересован не просто в том, чтобы изменилась форма эксплуатации, а он заинтересован в том, чтобы не было вообще никаких классов, потому что сам пролетариат, он ничего не имеет. Он самый свободный от частной собственности на средства производства класс капиталистического общества. Именно поэтому наиболее последовательно, наиболее глубоко выразить интересы пролетариата может только коммунистическая идеология, которая призывает не просто к тому, чтобы подкрасить капитализм, сдобрить капитализм социальной риторикой или даже отдельными социальными подачками, как то мы видим, например, у социал-демократов, а подлинная, до конца последовательно проведенная линия пролетариата заключается именно в том, чтобы не спровергнуть капитализм и на месте капитализма, завоевав диктатуру пролетариата, строить бесклассовое коммунистическое общество. Вторым признаком является то, что пролетарская партия, в отличие от других партий, в своей практике обращается к трудящимся и зовет их на самостоятельную организованную борьбу. Коммунисты никогда не обманывают трудящихся тем, что якобы вы за нас проголосуете, а мы вам сделаем хорошую жизнь. Так рассуждают только буржуазные партии или мелкобуржуазные. Они могут называться и коммунистическими, они могут называться и пролетарскими, но по существу пролетарскими от названия они не становятся. Если мы видим представителя даже по названию коммунистической партии, который выходит и говорит, выберите меня на честных выборах, и я вам сделаю хорошо, ну значит никакой это не коммунист. Отличие, второе отличие пролетарской партии от других заключается в том, что пролетарская партия ставит основной своей задачей организацию рабочего класса и остальных слоев трудящихся на самостоятельную классовую борьбу с капиталом. Именно в этом ее особенность. Да, партия пролетариата может участвовать в выборных кампаниях, она может использовать легальные методы борьбы за власть, но это лишь вспомогательное, это лишь вспомогательный механизм, который призван усилить основное направление. Основное направление это организация рабочего движения. Третье, по своей структуре пролетарская партия основывается на демократическом централизме. То есть в партии пролетариата не может быть так называемого императивного мандата, когда каждая региональная организация представляет себя как целостность в рамках ЦК, а ЦК это некий парламент. Это не по-большевистски, не по-коммунистически. На самом деле пролетарская партия отличается железной дисциплиной, централизованностью и при всем при том, что органы формируются снизу, они выбираются, то есть все выборные органы, все руководящие органы, они носят выборный характер, все решения принимаются коллегиально, но поскольку уже решения приняты, их нужно выполнять. И выполнение решений строго централизованное, как и управление самой партией. Поэтому, конечно же, спор Ленина с меньшевиками о том, кого считать членом партии. Того, кто просто разделяет программу и платит взносы, как говорили меньшевики, или того, кто работает непосредственно в партии, в одной из ее организаций. Этот спор не устарел. Сегодня мы видим, что очень многие организации, они подменяют, они заменяют ленинскую постановку вопроса, они заменяют постановку вопроса о том, что в партии человек должен работать, тем, что ты вот просто сочувствующий, на митинг вышел, флагом помахал, и уже коммунист. Но на самом деле нет. Далеко еще не коммунист. Потому что флагом помахать, это, как говорится, много ума не надо. Нужно систематически работать в партийной организации. Ну и, конечно же, социальный состав. Социальный состав пролетарской партии, ну, наверное, из самого названия, логично, должен быть в основной своей массе пролетарский. Более того, пролетарии должны реально руководить партии, управлять процессами внутри партии, и определять стратегию партии. В отличие от буржуазных партий, где пролетариата тоже может быть много в численном составе, но там пролетариат выполняет роль какую, вы все прекрасно знаете. Прийти, поддержать флаг, проголосовать, поддержать генеральную линию и устраниться. Вот в пролетарской партии не так. Там пролетариат должен постоянно вовлекаться в управление организацией. И неспроста, например, даже в уставе Российской коммунистической рабочей партии есть норма, что на съезде, на высшем органе партии, должно быть не менее половины рабочих. Но, с другой стороны, здесь очень важно не впадать в другую крайность, не впадать в подмену классового подхода к пониманию политической партии вульгарным социологизмом. Когда мы рассматриваем пролетарскую партию не по той линии, не по той политике, которую она проводит, а по численному составу в ней пролетариата. Дескать, вот если большинство рабочих партий, а, как правило, еще под пролетариатом понимаются исключительно рабочие от станка при такой логике, то и партия рабочая. Ну, а если в партии интеллигенты, пусть даже они и стоят на позициях рабочего класса, ну, это вот уже что-то не то. И такая логика, она до добра не доводит. Мне очень часто приходилось слышать от активистов революционной рабочей партии, которую до своей смерти возглавлял Сергей Биец, в оправдание своей, прямо скажем, оппортунистической линии на поддержку КПРФ такой аргумент, что, дескать, ну, КПРФ, да, она такая плохая, сякая, но, тем не менее, это самая массовая пролетарская партия, там же больше всего рабочих. Ну, друзья мои, в Единой России еще больше рабочих. Ну, что, давайте мы Единую Россию поддержим, а в путинском народном, а точнее, антинародном фронте, я думаю, рабочих численно и будет еще больше. Но понятно совершенно, что от того, что там численно преобладают рабочие, или там они занимают какой-то значимый процент, эти организации рабочими не становятся. И если мы будем смотреть с точки зрения линии, которую проводит та же самая КПРФ, то это, по сути дела, самая обыкновенная буржуазная партия, просто маскирующаяся под красное знамя, маскирующаяся под социалистические идеи, и, надо сказать, от этого ее вред только еще усиливается, потому что сбивает людей с толку. Есть и другие представители, которые так или иначе подменяют классовый подход таким вульгарным социологизмом, я бы сказал. Например, Михаил Васильевич Попов небезызвестный и его партия Рабочая партия России. Я вот думаю, что господствующая идеология у нас будет скоро коммунистическая. Могу я так думать? Мне запрещено? Нет. Ну вот я так и считаю. Поэтому, значит, я докладываю, что я вот на основании вот таких позитивных моментов я проголосовал за эти поправки, потому что той конституции, я вообще ее за конституцию не считаю, потому что за нее никто не голосовал. А за эти народу много проголосовало, за этим надо посчитаться. Ну и ничего такого вредного, сильно вредного я здесь не нашел. Поэтому вот о чем и докладываю. Вот пункт 15 Устава Рабочей партии России. Партийные организации населенного пункта района, города, области, края, республики избирают комитеты и контрольные комиссии соответствующих ступеней. В бюро и комитетах на съезде партии должно быть большинство рабочих. Решения руководящих органов считаются принятыми, если рабочие составили большинство голосовавших. То есть тут мы видим требования большинства рабочих не только на съезде, но и в партийных комитетах и всех руководящих органах партии. Комментируя данное положение устава, Попов говорил, можете его послушать. И в рабочей партии России так и дело и обстоит. Например, представьте себе собрание Ленинградской организации. Она большая, в нее входит очень много людей, в том числе из самых разных городов и весей нашей России. Там, где пока еще нет первичных организаций, они входят в Ленинградскую организацию. И вот собирается собрание Ленинградской организации. Пришло три рабочих и 20 нерабочих. Сколько будет участвовать в голосовании? В соответствии с вот этим пунктом устава три рабочих, значит голосовать нерабочих может быть только двое. Поскольку большинство должно быть голосующих рабочих. Значит всего в голосовании будет участвовать пять человек. И вот участвует пять человек в голосовании, принимает все решения, а все остальные имеют право совещательного голоса. Здесь мы видим типичную подмену классового подхода к пониманию пролетарской партии вульгарным социологизмом. Во-первых, когда мы говорим о том, что только лишь рабочие могут голосовать или там решение является принятым, когда большинство рабочих проголосовало, то мы тем самым сужаем базу пролетарской партии до одного из ее отрядов рабочего класса. Между тем, да, мы безусловно понимаем, что именно рабочий класс фабрично-заводской рабочий класс является передовым ядром пролетариата, но тем не менее, политическая партия пролетариата, она должна работать не только лишь с фабрично-заводским рабочим, и уж тем более она не должна ограничивать в правах на голосование, например, выходцев из пролетарской интеллигенции, которые по своему социальному положению, очень многие тоже являются составным отрядом пролетариата. Во-вторых, в нынешних условиях, когда мы живем при капитализме, данная норма, ну просто она не действует, и она бесполезна. Потому что сам Михаил Васильевич Попов неоднократно и совершенно справедливо цитировал высказывания Маркса и Энгельса о том, что господствующей идеологией в обществе является идеология господствующего класса. И в случае перерождения или разложения пролетарской партии ничто не мешает тем же самым рабочим, которые являются большинством проголосовавших на тех или иных комитетах или на съезде, отголосовать совершенно антирабочую линию и антирабочую политику. Ну, собственно говоря, я могу привести недавний относительно пример из истории. Это выступление шахтеров, забастовки шахтеров, рабочих в 89-м году, которые носили антисоветский характер. Вот вам, пожалуйста, рабочие, обманутые буржуазными идеологами, по сути дела, выступали против своих классовых интересов. Хотя это были рабочие. Кто-то даже был членом КПСС. Поэтому в данном случае, в случае, если партия взяла курс на ревизионизм или на перерождение, ничто не помешает тем же самым интеллигентам, которые не голосуют формально, навязать так или иначе силой ли авторитета или силой ли подковерных интриг свою волю рабочим. А рабочим ничто не помешает благополучно проголосовать за антирабочий курс своей партии. По сути дела. Ну и в-третьих, конечно же, и самое главное, здесь в корне заключается подмена. Подмена понимания самого явления пролетарская партия. Ведь о чем тут говорится? Что, дескать, пролетарская партия, это когда большинство принимающих решения рабочие. Но ведь в действительности пролетарский характер партии в первую очередь определяется не тем, кто формально, арифметически принимает большинство. И что вот, если здесь у нас есть половина там и больше рабочих, она вот рабочая, пролетарская партия, а если нет, это вот уже какая-то неправильная партия. А определяется-то это линией, которую партия проводит. Насколько эта партия выражает интересы рабочего класса, а не сколько в ней в процентном соотношении рабочих, и сколько в руководстве в процентном соотношении рабочих. Извините меня, но вот ленинская партия, там в руководстве рабочих было гораздо меньше, чем в партии КПСС времен Леонида Ильича Брежнева или Михаила Сергеевича Горбачева. Но я думаю, вряд ли кто-то из людей, понимающих марксизма, понимающих вообще говоря, о чем идет речь, будет утверждать, что Горбачевская партия, она вот была более пролетарской, чем ленинская. Хотя в ленинском ЦК, там в общем-то рабочих мы можем найти с очень большим трудом, если вообще можем найти. Поэтому здесь мы должны иметь в виду, что основное и главное, что отличает партию пролетариата от партии непролетариата, это та линия, это то, насколько эта партия выражает интересы рабочего класса, а не то, сколько в ней арифметически принимает, участвует в выработке решений рабочих. И в этом плане такое вот заблуждение, в случае, если это действительно искреннее заблуждение, оно свидетельствует просто о том, что товарищи не владеют диалектикой. Ну, а если это не заблуждение, а намеренная позиция, то здесь в общем-то очень удобный механизм для манипуляции. Когда под видом того, что у нас рабочие принимают решения, рабочие вроде бы как определяют политику, те же самые интеллигенты, которые определяют политику реально в данной партии, могут вполне навязать рабочему классу борьбу за чужие интересы. Ну, например, вместо того, чтобы выступать против российской буржуазии, ну, давай-ка перенаправим выступление наших активистов на борьбу с американским фашизмом на экспорт. Ну, как вариант. Возникает вопрос, и действительно многие зрители могут им задаться. Ну, дескать, вот тут человек рассуждает, рассуждает, линия пролетарская, а кто определяет, пролетарская это линия или нет? Может быть, вот я считаю пролетарской линией одно, там, например, борьбу за организацию забастовочного движения, а кто-то считает пролетарскую линию, там, участие в выборах и формировании правительства народного доверия. Кто-то считает пролетарской линией обличение российского империализма, а кто-то борьбу с американским фашизмом на экспорт и отрицание российского империализма и вообще угрозу фашизма. В чем критерий пролетарской или непролетарской линии? И здесь я могу сказать следующее. Если те или иные решения, которые принимает партия, способствуют продвижению пролетариата к борьбе за диктатуру пролетариата, за ее установление и построение бесклассового коммунистического общества, вот эти решения, они отражают пролетарскую линию. Как это определить? Ну, практика критерий истинности, именно исторический процесс, он и позволяет определить, кто был за пролетарскую линию, а кто был не за пролетарскую линию. Мы сейчас можем уже понять, что, например, линия Ленина, направленная, кстати, на борьбу со своим империализмом и на бескомпромиссную, кстати, бескомпромиссную критику, в том числе и других левых мелкобуржуазных партий, она привела к усилению пролетариата, к победе революции в России, к образованию третьего коммунистического интернационала и в перспективе к разрастанию революции за пределы России, потому что, в общем-то, Советский Союз и все, что было позже построено уже при Сталине, это был результат ленинских наработок. Вот, пожалуйста. А другая линия Каутского, который, кстати говоря, призывал тоже защищать свое отечество буржуазное, который осуждал большевиков за то, что они не считаются с другими левыми организациями, что они нарушают чистую демократию, что они диктаторы. Ну и к чему привела линия социал-демократов вроде Каутского? Мы знаем к чему. К приходу в конечном счете в той же Германии к власти национал-социалистов, а проще говоря нацистов, потому что именно потворствование и неразрешение фундаментальных задач настроило против социал-демократов тех же самых трудящихся, тех же рабочих, которые в конечном счете легко клюнули на нацистскую демагогию поначалу. Гитлер же он победил на честных выборах буржуазных. Кстати говоря, подобная же ситуация она прослеживается и сегодня, когда реформистская и соглашательская политика так называемых левых партий приводит к власти откровенных правых. Поэтому, если мы будем говорить о нашем примере, то, например, борьба с американским фашизмом на экспорт и отрицание угрозы фашизма внутри России, вот оно приближает пролетариат России к победе и к завоеванию власти или нет. Или оно наоборот одуряет пролетариат и заставляет его, так скажем, навязывает ему борьбу за чужие интересы. По сути, за интересы российской буржуазии против там какого-то неведомого заокеанского фашизма на экспорт. Это же ведь всегда проще там в Америке выступать против руки Москвы, на Украине выступать против Путина, в России выступать против Америки. Всегда проще у себя в стране выступать против чужого заокеанского буржуя. Вместо того, чтобы, вообще говоря, коммунисты, они ставят основной первостепенной своей задачей, не отрицая, пагубное влияние американского империализма и его реакционную сущность, но первостепенная задача коммунистов в России это бороться против российской буржуазии. Ну точно так же, как первостепенная задача коммунистов в США бороться против американской буржуазии. Вот поэтому Поэтому критерии это, собственно, те действия, которые приближают пролетариат к самоорганизации и к завоеванию власти. Таким образом, я кратко обрисовал, в чем суть пролетарской линии партии. Основное это то, что коммунисты, они никогда не говорят трудящимся, выберите нас, а мы за вас уже все сделаем. Они всегда зовут людей на борьбу, на самоорганизацию. И даже когда участвуют в выборах, если им приходится это делать, то они всегда подчеркивают, что без вашей борьбы, без вашей собственной организации, никто за вас ничего не сделает. Собственно, именно такая предвыборная программа была у кандидата от народа, у Натальи Лисицыной, я имею ввиду, безусловно, которая как раз и шла с этой программой. Не агитировать за выборы, не выберите меня хорошую, а именно борьба. И Российский Объединенный Трудовой Фронт в этом смысле отличается от других организаций. А теперь вот посмотрим на наших медийных фигур. Насколько они соответствуют званию пролетарской партии или пролетарским политикам. Ну, с Юганом, я думаю, уже все понятно. Там, как говорится, клеймания где ставить. С Кургиняном тоже уже вроде бы как разобрались. Красный Метафизик с четвертого этажа, который в итоге всегда заворачивает в одно и то же направление. Кто, если не Путин. Вот, пожалуйста, да, тоже увод в сторону. А между тем люди, из-за того, что им не хватает критического мышления, они очень часто выбирают себе вот таких кумиров. Там Попов, Платошкин, Кургинян, еще там кто угодно другой. И вот сидят и смотрят, что гуру им скажет. А гуру эти, они, как правило, или прямо, как мы имеем это в случае с Платошкиным, или под более такой осторожной марксистской терминологией, как мы имеем в случае с Поповым, ведут очень часто людей не туда. Именно поэтому пролетарская партия – это не партия вождя, а это партия, где каждый член сознательный, каждый член должен принимать решения, исходя из своего понимания, исходя из понимания пролетарской линии. И в этом смысле, переходя к заключению, вот если у нас сегодня пролетарская партия в России, к сожалению, мы должны признать, что ни одна партия из ныне существующих, в полном смысле слова, званию партии ленинского типа не соответствует. И здесь мы, активисты Российской Коммунистической Рабочей Партии, не скрываем, что тоже недорабатываем в этом отношении. Но мы, в отличие от множества других партий, по крайней мере ставим цель стать партией ленинского типа. Другие многие и цели такой не ставят. Движ, широкая коалиция, широкая движуха, вперед с песней, вон, послушайте того же самого Удальцова, который то с либералами бегал, теперь он за Зюгановым бегает. А между тем практика показывает, что коалиции эти сыпются, рушатся, особо ни к чему не приводят. А вот именно организованная борьба, именно ленинская партия, она-то и имеет за своими плечами действительно победу. И не зря сегодня наиболее деятельные кружки, наиболее деятельные марксистские организации, которые так или иначе пытаются выйти за пределы чистой теории и заниматься какой-то практической борьбой, тоже пришли к необходимости создания организации. И, собственно, возникновение союза марксистов, с одной стороны, можно только приветствовать, что люди оторвались от исключительно книжной работы и начинают пытаться заниматься чем-то, какой-то практикой. Другое дело, что вряд ли правомерна мысль, что нужна сегодня в России новая партия, и что вот эта вот новая, самая правильная марксистская партия, она обязательно, конечно, не повторит ошибок прежних партий. Важно помнить, что коммунистическое движение – это зеркало рабочего движения. И поскольку рабочее движение в России находится на достаточно слабом уровне, поскольку рабочего движения сильного пока еще нет, хотя к этому есть предпосылки, но, тем не менее, пока оно расколото, пока оно достаточно локально, и, в общем-то, сил у него не хватает, то и коммунистическое движение, оно тоже не будет сильным. И те новые коммунистические организации, которые возникают, они в той или иной степени будут воспроизводить в себе недостатки того, что существует уже сегодня. Поэтому, дорогой зритель, если ты хочешь, чтобы коммунистическое движение в России стало лучше, не надо создавать новые партии, не надо лежать на диване и критиковать всех, говорить, что я самый грамотный марксист, а все остальные – они какие-то неправильные ревизионисты, оппортунисты, а нужно изучать марксизм, чтобы понимать, кто действительно ревизионист, оппортунист, а кто нет, и присоединяться к коммунистическому движению, делая его лучше и приближая час новой социалистической революции. Спасибо за внимание. Распространяйте это видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки под видео. Это также приблизит час новой социалистической революции. А главное – присоединяйтесь к борьбе. Ротфронт!